Всем привет от Рандра, и сегодня мы поговорим о проблемах нашей Geometry Dash, ведь эти проблемы действительно можно считать основными, что приводит некоторых к уходу из этой игры, впрочем, давайте разбираться. Обновления. Они выходят всё реже и реже. 2.0 мы ждали около 8 месяцев, 2.1 ждали почти полтора года, а 2.2 ждём более 2.5 лет, что является почти половиной всей жизни Geometry Dash. И конечно, вина вся лежит на рубтопе, который ничего не делает, скажете вы. И маленькая правда возможность здесь есть, ведь можно нанять и других, так скажем, помощников, и возможно тогда обновления стали бы чаще. Но видимо, он не торопится с этой идеей, хотя говорили, что после выхода он поищет себе помощников. Однако это не 100% инфа, так как он может либо не найти, либо передумать, ну или произойдёт что-то другое. Но если не брать помощников в счёт, то просто подумайте, разве он не имеет права отдыхать? Нам известно, что игре на данный момент более 6 лет, и до сих пор он делает хоть что-то. И вместо того, чтобы получать поддержку с вашей стороны, вы его ненавидите за долгие обновы и торопите. Если честно, то это не лучший подарок. Да если подумать, когда человека торопят, то он может сделать совсем не то, что планировал, и выйдет всё хуже, чем надо. Впрочем, обновления действительно выходят редко, но винить Рубтопа здесь нельзя. Однако, я бы на его месте делал намного менее значимые обновления, но чтоб чаще выходили. А то Роберт делает обновы как огромное событие, и даже готов подвести итоги обновления в виде анимации, хотя я считаю, что это уже лишнее. Оптимизация. А вот тут, по моему мнению, самая значимая проблема, и даже значимые обновлений. Ведь если взять в сравнение игру, в которой обновления выходят каждый месяц, но при этом игра лагает даже на дорогих компах, то какой смысл в этих обновах? Конечно, в GD всё не так ужасно, но по сути, это обычная 2D игра, в которой могут лагать некоторые уровни. И отчасти, проблема в том, что в GD можно использовать только 2 гигабайта оперативы, и надеюсь, в обновления введут не только хорошую оптимизацию, но и возможность настраивать количество используемой оперативы, тогда бы оптимизация не хромала хотя бы на средних и дорогих компах. Стоит ли говорить про огромнейшее влияние FPS? По сути, количество FPS может сильно решать, и так скажем, менять сложность уровня. Конечно, какие-нибудь медиум-демоны проходятся примерно одинаково на любых FPS, но со стрейтами, таймингами, узкими вейвами и спамами всё обстоит иначе. Чем больше FPS, тем проще, то есть уменьшается задержка, а плавность, можно сказать, значительно упрощает прохождение экстрим-демонов. Можно сказать, это как графический планшет в ОСО. Также, надо привыкать, и без скиллайта являются бесполезные вещи. Как вы понимаете, покупать 144 Гц монитор ради одной игры смысла нет, и люди нашли способ обходить эту проблему, а именно, байпас, в котором можно также поставить любое количество FPS, разве что надо, чтобы оно было кратное количество Гц вашего монитора, и всё. Байпас заменит вам покупку монитора ради одной лишь игры, разве что есть минус, вы не увидите эту плавность, и всё. Однако, некоторые считают это читом. Стоит отметить, что, например, 1000 FPS вам никакую пользу не дадут, там уже с физикой будут реально проблемы. Рубтоп пообещал в 2.2 сделать ГД независимой от количества FPS, и кто знает, чем это обернётся, но будем надеяться, что физика будет не как на 60 Гц. Рейд уровней — это ещё одна, так скажем, проблема. Я бы даже сказал, что не такая уж и маловажная. Давайте посмотрим, что не так с системой оценивания. Во-первых, Рубтоп не рейтит некоторые уровни очень долго, из-за чего они теряют интерес у людей. В основном, это относится, конечно, к экстрим-демонам. Например, Зодиак или даже Кримсон Планет никто не прошёл до того, как они получили рейд. Также можно сказать и про Thinking Space. Думаю, вы поняли то, что у людей мало интереса проявляется к не рейднутым уровням. Во-вторых, мы даже не знаем примерных критериев для получения рейда, так как оценить могут какой-нибудь генерик, а могут не оценить какой-то более хороший уровень. Но вероятнее всего, это относится уже к другому пункту. В-третьих, Рубтоп просто не может брать и оценивать кучу уровней, из-за чего некоторые остаются просто незамеченным, даже если являются хорошими. Интерес к игре. Многие говорят, что игра им просто наскучила. Причины могут быть разные — от простого невезения до обычного отсутствия обновлений. Если так подумать, то благодаря комьюнити игра как раз и держит интерес. И даже удивительно, что некоторым не надоедает играть в это несколько лет. Я думаю, что это нормально, раз интерес пропадает нескоро. Потому что даже крутые игры могут надоест где-то за месяц. Но в принципе, я считаю, что тут просто кому как. Кому-то быстро надоест, кому-то нет. На то могут быть разные причины. Поэтому вряд ли это можно назвать проблемой игры. Кстати, о комьюнити. Наверное, самая востребованная проблема. Потому что без комьюнити игру никакие обновления не спасут, и она пойдёт на дно. Так как вряд ли она кому-то будет интересна. И было бы круто быть в комьюнити лампово, как например 4 года назад. Но я думаю, что лучше всё-таки не рассказывать об этой теме. А если и надо будет, то возможно посвящу этой теме отдельный ролик. Если действительно будет надо. Дефицит контента. К сожалению, редкий выход обновлений приводит к отсутствию новых идей для роликов. Если год назад у меня было полно различных идей, то сейчас они у меня на исходе. И думаю, я не один. Потому что очень мало интересных тем осталось. Всё остальное это менее оригинальный, но всё равно хороший контент. А именно, летсплей, или же как вы называете серии по ГД. Обычное прохождение. Создание лояутов, или же геймплея. ГД новости. И история на уровне, или на игроков. И как вы понимаете, снимать действительно почти нечего из оригинального. И остаётся надеяться, что обновления долго ждать не придётся. И ГД Ютуб снова оживёт и пополнится интересным контентом. И очень надеюсь, что мой контент вам тоже будет сильнее нравиться. Подведя итоги, можно понять, что хоть игра и имеет свои недостатки. Но только одумайтесь, что ГД является простой 2D-игрой с целью пройти уровень или построить свой. И живёт она более 6 лет, а это действительно много. Если не брать в учёт плохую оптимизацию, то Роберт всё же молодец. И да, если вы правда хотите от меня больше подобного контента, то дайте мне об этом знать. На этом всё. Спасибо вам за просмотр. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok